Длительное голодание крайне полезно для иммунной системы, для избавления от рака, для здоровья мозга и для замедления старения. Но с длительным голоданием связан один довольно опасный аспект. Потенциально можно умереть, и я должен вас предупредить. Это синдром возобновления питания. Что это? Это когда после длительного голодания, скажем, вы голодали 4 дня, вы едите слишком много, слишком быстро, и не то, что нужно. Это может быть проблемой. Но прежде чем приступить, отмечу вот что. Обычно это бывает с теми, у кого есть дефицит нутриентов, нарушение пищевого поведения, с теми, кто страдает алкоголизмом или долгое время страдает диабетом первого типа, а также с теми, кто морит себя голодом, ведь это не то же самое, что длительное голодание. Но если вы следуете моим рекомендациям, риск этой проблемы у вас очень низкий, ведь у вас при этом не будет дефицита нутриентов. Я всегда рекомендую при голодании, при любом голодании, принимать как минимум электролиты и, во-вторых, витамины группы В. Ведь множество исследований показывают, что у людей с этим синдромом обычно очень низкие запасы нутриентов. Но я не знаю вашей ситуации, я не знаю, как вы питались раньше, я не знаю, что вы принимаете. Так что это очень важное видео для всех, кто планирует длительное голодание. Помимо смерти, потенциально возможны кома, припадки, судороги, но, повторюсь, это бывает редко. Вот что при этом происходит. Вы голодаете длительно, скажем, 3-4-5 дней или дольше. Обычно анализ крови при этом показывает, что вы в порядке. У вас нет никакого дефицита минералов, электролитов или чего-то ещё. Но нужно понимать, что большая часть определённых минералов, таких как калий, магний, фосфор, находятся внутри клеток, а не в крови. 95-98% этих минералов находятся в клетках. И когда вы голодаете, тело выделяет все эти минералы и электролиты из клеток в кровь, чтобы поддерживать их на определённом уровне. Это своего рода стабильное правило тела — всегда сохранять нормальный состав крови, даже если при этом приходится забирать нутриенты у клеток, у костей, у мышц. И когда вы сдаёте анализ крови на содержание электролитов или нутриентов, вам не определяют их содержание внутри клеток. Содержание нутриентов определяют вне клеток, в крови. Так что вы не узнаете, что происходит внутри клеток, без внутриклеточного анализа. Но если вы голодаете какое-то время, многие нутриенты не хранятся долгое время. Многие из них растворяются не в жире, а в воде. И со временем их уровень может снижаться довольно быстро, особенно если до этого вы питались неправильно или ели мало продуктов, богатых нутриентами. И вот вы решаете, длительное голодание так хвалят, поголодаю-ка я дня 4 или 5. Вы голодаете, не принимая ни электролиты, ни витамины группы В. Но вот приходит время поесть, и вы отрываетесь по полной. Вы начинаете есть всё подряд, причём в большом количестве. Углеводы, сахар, что угодно. При этом может возникнуть синдром возобновления питания. При этом у вас очень резко повышается уровень инсулина. А тут надо учесть, что за 4-5 дней голодания ваша чувствительность к инсулину стала крайне высокой. Рецепторы подготовили клетки к тому, чтобы поглощать нутриенты из крови очень быстро. И происходит быстрое перемещение электролитов, особенно фосфора — это важный электролит, а также калия, магния и иногда кальция. Все они перемещаются из крови внутрь клеток, чтобы восполнить нехватку. В результате уровень электролитов в крови становится крайне низким. Это создаёт нагрузку на сердце и может усилить отёчность и опухание, поскольку нарушен баланс. Понимаете, когда вы голодаете, уровень инсулина очень низкий, поскольку уровень инсулина низкий, из тела уходит много жидкости и натрия. Некоторые могут терять 5-9 килограмм, 13 кило водного веса. Это много. Но когда вы начинаете есть, инсулин начинает повышаться, вы начинаете удерживать натрий, и могут появиться отёки. Тело вдруг начинает удерживать жидкость, и вы не понимаете, что происходит. Более того, если вы съедите много углеводов, эти углеводы превратятся в гликоген. А для этого нужен калий, чтобы тело могло сохранить этот сахар. Так что вы зарасходуете много калия из пищи, и с учётом перемещения минералов из крови в клетки у вас будет очень низкий уровень калия. Также вы будете запасать жир и белок. А этим двум макронутриентам тоже нужны витамины и минералы, так что они тоже закончатся. И вы также потеряете много витамина В1, когда едите углеводы. Для метаболизма углеводов нужен витамин В1 в качестве кофактора. Так что когда вы едите углеводы, вы теряете много В1. А один из серьёзных симптомов дефицита В1 — это потеря памяти. Это может вызвать спутанность сознания, тревожность и массу других проблем, от неврологических до проблем с сердцем. Вот и всё, что представляет собой синдром возобновления питания. Как же избежать этой проблемы? Что ж, номер один. Когда едите, соблюдайте здоровую версию кето-диеты, ешьте пищу, богатую нутриентами. Номер два. Во время голодания принимайте электролиты и витамины группы В. Это как минимум. Возможно, стоит принимать и другие вещи, вроде масла из печени трески, чтобы были жирорастворимые витамины, омега-3 жирные кислоты, и, возможно, было бы хорошо принимать ещё и витамины Д и К2, а также некоторые микроэлементы. Тогда не будет дефицита нутриентов. Это вам поможет. И когда начинаете есть после голодания, делайте это медленно. Я имею в виду вот что. Съешьте, возможно, яйцо и подождите пару часов. Потом съешьте ещё что-нибудь, возможно, немного супа. Выждите ещё пару часов. Потом съешьте, ну, не знаю, квашеные капусты. Немного подождите. Съешьте немного орехов. Итак, в первый день не ешьте больше, чем примерно половину своих обычных калорий. Итак, скажем, в первый день вы съели тысячу килокалорий, а потом медленно увеличивайте количество пищи в течение нескольких дней. Всё это зависит от длительности голодания. Если вы голодали долго, скажем, 21 день или 30 дней, то надо действовать ещё медленнее, чем после 3-4 дней. Поймите, на интервальном голодании, скажем, вы едите раз в день, вам об этом беспокоиться не надо. Это видео о голодании в течение 3-4-5 дней подряд. Итак, вы узнали об опасностях этого синдрома и способах избежать его. Голодание полезно для здоровья многих органов и организма в целом. У меня есть видео о влиянии голодания на почки. Советую посмотреть. Вот оно. Субтитры сделал DimaTorzok